Проснулся утром – убери свою планету. Кто-нибудь из вас придерживается этого правила? Только представьте, население нашего региона – более двух миллионов человек. За год один житель производит полтора кубометра отходов. Получается почти четыре миллиона кубометров мусора. И это только население Алтайского края. Будущее за переработкой основной части отходов. Органика, она не опасна, она просто перегниёт. И большой беды от неё не будет. Ну, вопрос тоже, какая органика. А вот пластик, все материалы, которые можно использовать во вторичном обороте, конечно, нужно разделять, отделять от общей массы и перерабатывать, пускать снова в экономический оборот. Как говорится, деньги не пахнут. Но в этом случае выгода не только экономическая. Речь идёт о здоровье планеты. Например, экологическое движение «Мусора больше нет» организовала специальная «Экотакси». Организация принимает стекло, пластик, бумагу и опасные отходы. Лина Татаркина вместе с коллегами складывает лампы и батарейки в специальную коробку. Раз в месяц машина приезжает и забирает отходы. У меня накопилось три разбитых градусника, и я задачалась вопросом их сдать. Когда я начала искать, куда мне их сдать, то вышла на сайты различные. И таким образом, переходя с сайта на сайт, с группы на группу, ВКонтакте, я нашла людей, которые у нас в Барнауле этим целенаправленно, массово занимаются. Градусники, батарейки, пакеты, пластиковые бутылки отправляются на переработку. Работники завода по утилизации ртуть, содержащих отходов, проверяют целостность ламп и градусников. Специалистам приходится использовать химические вещества, чтобы обезопасить процесс. Вот если в случае ламп, вот просто нож, он и подрушается. Просто под действием лакуума, они ещё дополнительно крошатся. Затем в специальном аппарате лампы измельчаются. Ртуть отделяют при помощи жидкого азота. Битое стекло отправляют на полигоны, а само вещество используют повторно. Удаление ртути у нас, я вам покажу, оборудование позволяет удалять из любых объектов. Ну, это имеется в виду и лампы, и термометры. Ну, вплоть до почвы, я гляню на ртуть. Около тысячи лет будет разлагаться в земле полиэтиленовый пакет, столько же пластиковые бутылки. В результате этого процесса пластик выделяет токсичные вещества. Этого можно избежать, если использовать сырьё вторично. На улицах города стоят оранжевые контейнеры для пластиковых бутылок. У этого мусора совершенно точно появится вторая жизнь. Из сырья изготавливают веники, щётки и венки. У нас контейнера уже стоят готовые. Мы только, как говорится, заключаем договора и ищем предприятия, обслуживающие предприятия, для того, чтобы они расставляли возле домов. Чем меньше пэт-бутылки мы увезём на полигон, тем больше мы сохраним нашу природу. В Барнауле пока сортировать и сдавать мусор научились не все. Но каждый из нас в силах помочь природе. Достаточно следовать простому и мудрому правилу. Проснулся утром – убери свою планету. Анжелика Келлер, Антон Червяков, Денис Кузьменко. Новости. Антон Червяков, Денис Кузьменко. Новости. 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 Новости.